Домашнее насилие. После недавней декриминализации в России семейных побоев правительство серьезно задумалось об открытии кризисных центров для мужчин, где дебоширы будут проходить программу реабилитацию психологов, чтобы рукоприкладство в семье больше не повторялось. Минздрав поддержал идею, там считают, что агрессоров нужно принуждать к прохождению курса психотерапии. Эту тему сегодня обсудим с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии и педагогики Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Мариной Леонидовной Солдатенковой. Здравствуйте. Итак, знаете ли вы, как будут организованы кризисные центры для дебоширов? Сколько их будет? Как туда будут определять пациентов? Будет ли пребывание там добровольным или принудительным? В зависимости от региона и зависимости от статистики криминального, в том числе характера в этом регионе, будет определяться, сколько таких кризисных центров необходимо в той или иной местности. Если говорить о нахождении в этом кризисном центре по принуждению человек должен там быть или добровольно, то однозначно нужно сказать, что это добровольное участие человека в той или иной реабилитационной программе. Ну а подействует ли принудительная психотерапия и в каких случаях она, в принципе, возможна? Если мы говорим о наличии диагноза или пограничного состояния, то, конечно, для этого существуют другие медицинские уже учреждения, которые занимаются принудительным медикаментозным лечением, выписывают лекарства и, соответственно, ведут этого пациента. Если же мы говорим о состоянии агрессора, который не имеет диагноза, а лишь только разрешает свои некоторые внутриличностные конфликты, свои какие-то комплексы посредством подавления другого человека, в данном случае мы говорим о семье, то тогда, конечно, мы должны мотивировать этого человека пройти самостоятельно процесс реабилитации. Сейчас мужчины неактивны и неохотно идут на вот такие программы реабилитационного характера, если они стали насильниками. Они считают, что виновата жертва, что она всегда провоцирует. Ну а сколько человек, по вашей оценке, поддаются такому перевоспитанию? Статистика у нас еще не является достоверной, так как процесс вообще семейного насилия носит скрытый характер. И мы можем говорить уже только о тех ситуациях, когда побои обозначены в криминальной статистике, когда женщина, например, после очередной ссоры обратилась у нас в медицинское учреждение, в травмпункт, и туда была приглашена полиция. В этом случае мы говорим о том, что кризисных центров, конечно, не так много, как хотелось бы, но увеличив количество кризисных центров, мы проблему насилия не решим. Как часто вам, как практикующему психологу, приходится сталкиваться с проблемами жертв домашнего насилия? Может быть, надо наоборот создавать центры помощи жертвам домашних тиранов? Законодательство также определяет, и уголовный кодекс в том числе, что если человек избит, ему была причинена большой вред здоровью, что определяется в законе, то, конечно, здесь уже не нужно участие самой жертвы, заявление от нее. В любом случае уголовное тело будет открыто. Вот что касается каких-то конфликтов, когда не было побоев, когда были какие-то оскорбления, унижения, или, может быть, в семье присутствует экономическое насилие, когда идет ограничение посредством, когда идет подавление детей, в том числе и манипуляция детьми, то вот здесь мы говорим о том, что это, конечно, дела семейные, и, наверное, все-таки другие специалисты должны уже определять, как эта семья будет проходить ту или иную программу реабилитации. Ну а применяется ли в России опыт зарубежных стран? Мы действительно отчасти заимствуем зарубежный опыт, мы действительно делимся этим опытом, и существует большое количество программ по работе как с жертвами, так и с обидчиками, и на сегодняшний момент мы говорим о комплексности разрешения этой проблемы, то есть надо работать не только с женщинами, не только сама женщина и ребенок проходят психотерапию, но и, конечно же, должен работать и мужчина в этой программе, и лишь на последнем этапе реабилитации женщины домашнего насилия мы приглашаем на индивидуальную, а потом уже семейную психотерапию самого обидчика. Что ж, спасибо, Марина Леонидовна, за то, что нашли время для этого разговора, но я напомню, что в гостях у нас в студии сегодня была кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики института дополнительного профессионального образования, работников социальной сферы Марина Леонидовна Солдатенкова.